Фаршированный перец достаточно популярное блюдо, которое готовят в будни и на праздничный стол. Обычно перец готовят с рисом, но сегодня у меня немного другой рецепт. Фаршированный перец с мясом и рисом считает классикой кулинарии, но и без риса это блюдо не теряет своей привлекательности и замечательного вкуса. Ароматные, сочные перцы с мясом в томатном соусе станут замечательным вторым блюдом в обед или основным блюдом на ужин. В процессе тушения обязательно пробуйте соус и регулируйте по своему вкусу соль и сахар. Досмотри шинги да и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте ингредиенты для приготовления фаршированного перца. Мякоть свинины и куриное филе помойте, лук очистите и помойте, белую булку или батон залейте холодной водой и дайте постоять 5 минут, после отожмите воду, все эти ингредиенты пропустите через мясорубку. Фарш посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте. Перцы очистите от семенной коробочки и помойте. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Наполните перец приготовленным фаршем. Приготовьте соус, в котором будете тушить перцы. В кастрюлю выложите томатную пасту, соль и сахар. Крахмал разведите в 100 мл холодной воды и влейте в кастрюлю. Перемешайте томатную пасту с крахмалом, солью и сахаром. Выложите в кастрюлю фаршированный перец. Налейте еще 250-300 мл воды. Выложите лавровый лист. Накройте кастрюлю крышкой и готовьте перцы на небольшом огне 50-55 минут до готовности. Через 15 минут приготовления удалите из кастрюли лавровый лист. Фаршированные перцы без риса готовы. Подавайте к столу в горячем виде. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Такие продукты будут нужны. Мякоть свинины, 250 г. Куриное филе, 350 г. Лук репчатый, 1 шт. Булка белая, 100 г. Перец болгарский, 8-10 шт. Томатная паста, 2 столовые ложки. Крахмал картофельный, 2 столовые ложки. Лавровый лист, 1 шт. Соль, по вкусу. Перец черный молотый, по вкусу. Сахар, по вкусу. Количество порций, 4-5. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. До встречи на канале.